С собаками гулять можно, а с детьми нельзя. Это закон страны, Жень. Так что, у тебя еще сомнения есть какие-то? Они там эксперты великие. С собаками гулять можно, с детьми, блин, нельзя. Почему нельзя гулять в парке? Объясните мне. Почему? Ну можно сказать, можно гулять в парке и не приближаться к другим людям? Можно, можно. Можно со спарком сейчас срочно поубирать скамейки. Чтобы не садилось 10 человек и не шарпало одну скамейку. Это же можно сделать, правда? Прогулка с собакой обернулась изолятором. На этих кадрах задержание москвича за нарушение режима самоизоляции. Инцидент произошел на Патриарших прудах, то есть в закрытой парковой зоне. Правоохранители под руки выводят нарушителя из-за ограждения. Уже у автомобиля у них начинается словесная перепалка. Не исключено, что причиной конфликта стала собака, которая осталась одна в парке. Видно, как полицейские даже пытаются ее поймать. В МВД пояснили, что неоднократно предупреждали мужчину о нарушении правил самоизоляции. Но он никак на это не реагировал и вступал в споры с правоохранителями. Согласно указу мэра Собянина, до 1 мая в столице запрещается посещать парки, зоны отдыха, а также объекты розничной торговли. Жителям Москвы не рекомендуют выходить на улицу. Можно отправиться в больницу, аптеку или в магазин пешей доступности. Не запрещается и выгуливать домашних питомцев, но только в радиусе сотни метров от дома. Для нарушителей предусмотрены штрафы – 4 тысячи рублей для физических лиц. В отношении задержанного мужчины на патриарших прудах составлен протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Собаку из парка забрала жена на руки. В прошлый день, с 0 часов 3 апреля, вводится жесткий режим самоизоляции для всех граждан Республики Крым. Выход на работу на основании удостоверения государственного служащего или сотрудника органов местного самоправления, а также сотрудников, которые осуществляют госорганов и федеральных органов власти по Республике Крым, осуществляющих деятельность в сфере надзоров, в сфере защиты прав потребителей, направленных в том числе на защиту жизни, здоровья иных прав и свобод граждан, они будут перемещаться по территории Республики Крым на основании своих служебных удостоверений. Все остальные граждане, которые не относятся и не работают в этих органах, перемещаются по территории Республики Крым только на основании справки, выданной работодателям. По тем видам деятельности, которые осуществляют либо непрерывную деятельность, указанную в указе президента и в указе главы Республики Крым. С завтрашнего дня жесткий режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. У них таких справок не будет. Они имеют право выхода на улицу только по оказанию экстренной медицинской помощи, либо вынос мусора, либо выгул собаки на расстоянии 100 метров возле дома, либо приобретение продуктов питания. Но для этих граждан, тем не менее, сегодня работают волонтерские группы, социальные работники. Если вам необходимо приобрести продукты питания, либо доставить вам бесплатные медикаменты, вы должны обратиться на горячую линию за этой помощью, которая вам будет оказана. С 3 апреля по 6 апреля иные граждане, которые не осуществляют работу в непрерывном цикле, либо не работают в госорганах, также выполняют эти условия. Справка выдается работодателям с указанием, вы видите эту справку, она опубликована вместе с указом главы, в котором будет указан ИНН работодателя, который будет проверяться полицией и, соответственно, налоговой службой, о том, что, да, действительно, работодатель может осуществлять такие непрерывные работы, с указанием фамилиями отчества, паспортных данных, фактического места проживания и адреса регистрации, с указанием, где данный сотрудник работает, и место фактического его работы и в какой должности он работает. Что касается перемещений, личным транспортом по территории Республики Крым поступают такие обращения, что если у меня пожилые родственники проживают на территории другого муниципального образования, каким образом я могу привезти продукты питания. Продукты питания им доставят волонтеры. Если есть необходимость в социальном обслуживании таких граждан, мы возьмем на социальное обслуживание граждан старше 65 лет, инвалидов и граждан, которые нуждаются в оказании социальной помощи. Сегодня перемещение по Республике Крым на личном автотранспорте только при наличии справки работодателя о том, что вы следуете на работу и обратно. Обращаю внимание государственных служащих, служащих муниципальных и всех других органов, которые сегодня работают в удаленном режиме дистанционно, либо находятся в отпусках плановых. Вы не имеете права в субботу-воскресенье передвигаться на основании удостоверений, если штатным расписанием не предусмотрена ваша работа в выходные дни. Это касается и других граждан, которые находятся на самоизоляции в эти дни. Но, тем не менее, имеют справку работодатели о том, что они с понедельника по пятницу имеют право выхода на работу. Я прошу внимательно отнестись к нашим разъяснениям. И понятно, что уже сотрудники полиции проинформированы о том, что с ноля часов завтрашнего дня все граждане, которые в рабочее время находятся в общественных местах, не выполняя служебные обязанности, при наличии такой справки будет жесткая проверка, почему они не находятся на рабочем месте. Прошу обратить на это внимание. Пока такие ограничения введены до 6 апреля.